Хлебозавод номер один столицы Чувашии выпустит новый хлеб под названием Сурский. Часть денег, вырученных от продажи хлеба, направят на возведение монумента памяти строителей оборонительных рубежей в Козловском районе. Новый хлеб можно будет попробовать уже в следующем месяце. В годы Великой Отечественной войны Чувашия, как и все другие тыловые регионы, отправляла в Фонд обороны сельскохозяйственную продукцию. Отдавали все, что могли, сами жили в проголодь. И самым вкусным в те годы был хлеб. В память о том времени на Чебоксарском хлебозаводе номер один разработали специальный рецепт хлеба Сурский. Мы начали разрабатывать новый хлеб под названием Сурский. Этот хлеб у нас по старинному рецепту идет без дрожжей на длительное брожение. Идет на живой закваске по старинному рецепту, как пекли наши бабушки. Сколько таких буханок, спрятанных за пазухой, согревали людей в лютые морозы 1941 года? На фронте и в тылу именно хлеб помогал набраться сил. У некоторых моих работников в строительстве принимали участие мамы, бабушки и другие родственники. Наш коллектив принял решение. Час денег, вырученный с каждой буханкой хлеба, будет перечислено на строительство монумента в Козловском районе. Это наш вклад в общее большое дело. Хлеб Сурский будет выпекаться из ржаной и пшеничной муки весом по 600 и 300 граммов. Жители Чувашии смогут купить новый хлеб уже в июне. Мы преклоняемся перед подвигом женщин. Гординство, что наш хлебозавод вносит свой клад в увековечивание этого подвига через свой труд и производство хлеба Сурский. Хочется склонить голову, сказать спасибо ветеранам войны, дружникам тыла, за их героизм, за их мужество, за наш покой, за мирное небо над нашими головами и теплый хлеб на наших столах. Ульяна Питакова, Алексей Зотиков, Александр Атяков, Республика.